Всем привет! С вами Йети. В данном видео я покажу, как приготовить плов на массу, на качественную массу, потому что будет в нем большое количество мяса, при этом минимальное количество жиров. Мы постараемся все это вредное исключить, что мешает нам строить нормальное, качественное тело, создавать объемы мышц, а не жировых запасов. И поэтому переходим. Нам понадобится хорошая порция говядины, может быть это и куриное филе, но в данном случае у нас это говядина. Она довольно постная, как вы видите. Здесь у нас порядка 320 грамм уже в готовом виде. После приготовления мясо у нас ужимается, так как оно предварительно у нас протушилось некоторое время, из него вышла лишняя жидкость. Естественно, в сыром виде это было порядка 450-500 грамм продукта. То есть, соответственно, белок, белка в нем осталось столько же, сколько на порцию 500 грамм сырого мяса, но вышла лишняя жидкость. В общем, это довольно прилично по содержанию белка. Переходим дальше. Здесь у нас морковь. Стандартная заготовка, просто потертая морковь, которая в заморозке лежит в морозилке и ждет, когда она понадобится для приготовления какого-либо блюда. И рекомендую всем сделать точно так же. То есть, какие-либо овощи, которые вам понадобятся в процессе приготовления различных блюд, вы можете заморозить еще с лета и оставить в морозилке надолго. И потом просто их доставать, размораживать и готовить. Так будет гораздо дешевле, так как летом овощи очень дешевые. Так, теперь у нас лук порезанный мелко, ничего здесь сложного, все стандартно. Рис. Рис в сыром виде. 320 грамм сырого риса. То есть, у нас примерно, я взял соотношение 1 к 1 по углеводной составляющей и по белкам. Ну, то есть, грубо говоря, у нас мясо и риса количество одинаковое. В сыром виде взвесил примерно столько же, как раз, сколько получилось в готовом виде мяса. Далее у нас здесь есть специи. Специи пореобретались на рынке, это не роллтоны, ничего подобного, это не из магнита. Желательно найдите какого-либо узбека, потому что они умеют готовить плов на самом деле. То есть, специи лучше брать у них. Ну, либо просто найдите человека, который торгует специями на развес, они для разных целей, для шашлыка, для курицы, для всего вы можете подобрать. Далее у нас здесь обычный изюм, но он залит кипятком. То есть, я его залил. Изюм такой весь уже скукоженный, старенький довольно, давно лежит в холодильнике. Залил кипятком и жду, пока он у нас размякнет хотя бы чуть-чуть. То есть, станет помягче, раздуется. Теперь переходим к приготовлению. Итак, мы добавили масло. Вот у нас казан, в котором будет приготовлен наш плов. Переходим к следующему этапу. На этом этапе мы добавляем морковь. Следующим этапом добавляется у нас лук. Воды дайте, пожалуйста. Чуть-чуть налей. Теперь добавляется чуть-чуть воды, чтобы это все у нас не сгорело. Воды чуть-чуть, а не как? Да, я добавил слишком много. Ну, потому что я одной рукой снимал и смотрел через камеру. Ну, ладно, не суть важно. Вода все равно уйдет. Масло добавляется совсем немного, потому что нам же не нужны лишние жиры в продукте готовых. Ну, у нас постное мясо. Если мясо у вас не постное, то можно не добавлять просто. Вот так это у нас все сейчас будет готовиться. Кстати говоря, из какого соотношения будет подбираться количество жидкости, которое мы добавим? Оно подбирается из соотношения 1 к 2. То есть, если у нас риса 320, то мы берем 640 миллилитров воды. Чтобы таким образом он у нас напитался, потому что соотношение для приготовления риса у нас 1 к 2 всегда. И до чего мы дошли, мы вскипятили в электрочайнике эти 640 миллилитров, чтобы не ждать, пока вода закипит, так как электрочайник кипятит ее гораздо быстрее, чем плита. Поэтому мы будем сразу кипящую воду туда заливать. И сейчас у нас добавляется мясо. Вот наши постные куски мяса. Все это тщательно перемешивается. Так как у нас это очень быстро все испаряется, мы добавляем еще капельку воды. Еще, еще. Все. Добавили чуть-чуть воды. Ждем, пока мясо немножко у нас протушится, а у вас оно должно дойти до полуготовности. То есть, побелеть или потемнеть. Потому что мясо заранее было у нас протушено. Ну, чуть-чуть, по крайней мере. То есть, оно у нас изначально было замороженное, поэтому оно размораживалось. И параллельно с этим происходила термообработка. То есть, оно у нас светлело. И оно уже полуготовое. В вашем случае оно только дойдет до полуготовности. Итак, у нас это продолжает испарять и впитывать в себя жидкость одновременно. Мы добавляем теперь сюда плов. Ой, не плов, Борис. Так, смотрим, значит. Обычный белый рис. Нам не подойдет бурый, хотя бурый мог бы стать хорошей заменой. Ну, то есть, в нем больше клетчатки. Он, в принципе, полезнее, чем белый рис. Он подойдет потому, что у него есть клетковины. И получится не рассыпчатый плов, а каша. Да, нам нужно, чтобы плов был рассыпчатый. Рис распределяется равномерно. Вот так вот, по мясу сверху. Плов вообще нежелательно мешать. Ладно, плов не перемешиваем. Теперь мы заливаем сюда воду. 640 мл, которые мы отмерили. На весах. Кухонные весы позволяют взять точную массу продукта. Вот таким образом выливается сюда. 640 мл, ровно в два раза больше, чем весит у нас рис. Сейчас будут добавляться сюда же специи, которые были приобретены на рынке, где они продаются на развес. Дальше добавляется изюм. Теперь пошел в код изюм. И теперь это все накрывается крышечкой и томится до тех пор, пока не выйдет вся влага. Ну, приблизительно, не на сильном огне, минут 20. В общем, ждем 20 минут, затем посмотрим, что получится. Накрываем крышкой, ждем. Рис будет впитывать, плюс параллельно будет испаряться частично через отверстие в крышке. Итак, проверяем, что у нас там по итогу. Обильно выделяется пар, и при этом, как мы видим, у нас это все уже начинает даже подгорать. Потому что отвлеклись слишком надолго. Да, у нас нижний слой чуть-чуть подгорел. Потому что не рассчитали, опять же, надо было подбежать на 4. У нас ничего не подгорел. У нас мясо просто немножко поджарилось. Ну да, мясо поджарилось. Но все равно надо было на 4, на 5 минут пораньше посмотреть. Вот плитой. В принципе, рис не сгорел, это самое главное. Я сейчас сервирую, и будем пропускать. Итак, будем сейчас тестировать, вот что у нас получилось. Это у нас плов. Вот такой, вполне БП-шный плов. Ничего вредного, все чистое на обычных продуктах. На обычной приправе. Обычный рис, говядина, ничего лишнего. Морковь. Можете дополнить это клетчаткой, какими-то свежими овощами, салатом и так далее. Будет тогда полная комбинация. Целый набор для, скажем, базовый для бодибилдера. Пробуем. Ну, я бы добавил еще чуть-чуть соли. Ну, а так все идеально. Всем советую. Подписывайтесь на канал. С вами был Йети. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok